На самом деле в стержне цветного карандаша нет никакого графита. Он состоит из пигментов, минералов и связующих элементов. Эта компания изобрела уникальный цветной карандаш. Состав грифеля в нём такой, что если нанести немного воды на сделанный им рисунок, он становится похожим на акварель. Цветные карандаши начинаются с сочетания пигментов. Для каждого оттенка существует свой состав пигмента. За один раз изготавливается большое количество пигмента одного оттенка. В соответствии с рецептом для этого цвета они тщательно взвешивают порции разных ингредиентов. Затем кипятят определённое количество воды с добавками. И добавляют связующее вещество, засекреченную смесь хамеди, смол или воска. Эти компоненты распускаются в горячей воде, образуя пастообразную массу. Затем рабочие вмешивают в эту массу пигменты. Следующий механизм разбивает пасту на мелкие комочки, повышая насыщенность цвета. По конвейерной ленте эти комочки перемещаются в цилиндр, который спрессовывает их и подаёт в червячную машину. Экструдер выдавливает пасту непрерывной струёй диаметром с грифель карандаша. Следующий автомат разрезает этот длинный грифель на грифели карандашной длины. Но этими грифелями рисовать пока нельзя. Их погружают в резервуар с восковыми смесями. Эти смеси покрывают и пропитывают грифели, в данном случае красной. В процессе письма воск вместе с пигментами стирается и пристаёт к бумаге. Работа над грифелями закончена, и произвольно выбранные образцы проходят контроль качества, в том числе испытания на разлом и на продолжительность работы, когда протяжённость письма для каждого грифеля должна составлять 100 метров. Корпус этих карандашей сделан из кедра. Эта машина вырезает канавки для грифелей и покрывает поверхность тонким слоем клея. Деревянные дощечки проходят под дисковым устройством, которое вкладывает в них стержни. А затем ещё через один механизм, который накладывает сверху вторую дощечку с канавкой. Следующий инструмент придаёт им шестигранную форму. И разрезает карандаши. Карандаши по одному проходят через резервуар с цветным лаком. Сейчас снаружи они такого же цвета, что и стержень внутри. После того, как лак высохнет, на дереве выжигается название производителя и маркировка цвета, а тиснение заполняется цветной плёнкой. Затем карандаши затачиваются на шлифовальном круге. Незаточенный конец запечатывается лаком либо белого цвета, либо того же, что и грифель карандаша. Фабричное оборудование подаёт нужные цвета в упаковочную зону. Когда карандаши укладываются в контейнеры с пазами, рабочие осматривают каждый из них. От пигментов и дощечек до художественной мистерской. Деревянные палочки превращаются в цветные полоски. Даже не вдаваясь в подробности, процесс изготовления цветных карандашей оказался далеко не чёрно-белым.